Участники форума обсуждают развитие экономики на повестке, реализация инвестиционных проектов и экспортная поддержка. Руководители предприятий Чувашии встретились с японскими партнерами. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Предприятия и республики наращивают объемы продаж за рубеж. Лучшим экспортерам региона сегодня вручили награды. Развитие внешнеторговых связей – ключевая тема форума. Бизнесменам готовы помочь преодолеть границы и выйти на японские рынки. Здесь есть инициатива со стороны бизнеса, местного бизнеса, при поддержке государства, развивать себя как бизнес, но в глобальном контексте. Мне кажется, это очень интересно узнать, какие хорошие товары у вас сейчас производятся. И сразу вижу некоторые возможности развития бизнеса с иностранными компаниями. Пока это только диалог, но партнеры уже ставят друг перед другом конкретные цели. Со своей стороны будем просить о возможностях углубления сотрудничества, в том числе и через презентации нашей компании, в том числе и через взаимные визиты. Будем также просить их подсказать нам, какие японские компании, которые уже работают в России, могли бы использовать наши технологии, нашу чувашскую продукцию. То есть для нас это, в принципе, потенциальные заказчики. Их, как и любую другую иностранную компанию, интересует в первую очередь рынок. С другой стороны, их интересует емкость и глубина этого рынка. Ну и также логистические и другие вопросы. Есть интерес у них и территория, опережающая социально-экономическое развитие Канаш. Между республикой и страной восходящего солнца растет товарооборот. Перспективы двухстороннего взаимодействия глава региона и посол Японии в России обсудили на полях экономического форума в Петербурге. Вообще переговоры на высшем уровне проходят регулярно. В приоритете реализация совместных проектов. Такую задачу обозначил Михаил Игнатьев. Инвесторам дают зеленый свет. Для прорывных проектов нужны предприниматели, нужны умы, нужны современные производства. И вот с учетом визита посла Японии в России с делегацией, с предпринимательским сообществом, дает нам возможность найти контакты. И перспективы, я уверен в том, что мы реализуем отдельные прорывные проекты для того, чтобы создать высокотехнологичное производство. От личных контактов начинаются всегда новые проекты, реализации этих проектов. И я уверен абсолютно в том, что мы с Японией еще выйдем на другой уровень взаимовыгодного сотрудничества. Делегацию страны восходящего солнца в республике принимали в прошлом году. Инвесторы заинтересованы в прямых поставках танк-контейнеров Маргаушского завода. Японские партнеры заключают долгосрочные контракты, отметил Ивау Ахаси. Мы должны, как сказать, гублять взаимное понимание. И что у вас есть спрос, что у нас есть спрос, мы должны найти общие факторы наших разных спросов. И только на основе такого понимания мы сможем начинать, как сказать, диалог на будущий бизнес. Включать качество дерева – это очень важно. Следующим шагом на пути к двухстороннему сотрудничеству должна стать и встреча на уровне бизнеса. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.